Привет, друзья, с вами Некоджа. В этом видео я вам покажу прохождение одного мирового задания, появившегося вместе с обновлением 2.6 в Геншин Импакт. Для того, чтобы начать, мы телепортируем сюда и просто спрыгиваем здесь, к шахтеру Увану. Разговариваем с Уваном. Опять говорят нам про какого-то безымянного Яксу, который где-то там в разломе. Шлем защиты. Общий кубок, собранный в памяти товариществе. Парящее перо. Нам, кстати, показывают, где найти начало кого-то задания. Копьё соратника. Цветок созерцания. Пять. И солнечные часы эпох, для того, чтобы помнить об ушедшем прошлом. Как видите, у меня уже есть два подношения из шести. И эти два подношения, я уже по ним записывал ролик. Да, то есть у меня есть два видео, в которых мы получили уже общий кубок, да, и цветок созерцания. Ссылки на оба ролика будут в описании и в закреплённом комментарии. Посмотрите их. Да, теперь мы пойдём добывать следующие ресурсы. Так, первым, насколько я помню, нас послали вот туда, в окошко. Наверное, надо будет своё же видео запустить, чтобы посмотреть, куда там посылали ещё. Так. Всё не то. Так, вариант, конечно, фею, возможно, привезти. Хотя нет, ещё-то вы праховую бочку и... Костёрчик. Я уже тут парочку подземных путей находил. Да. Нажимаем исследовать. Шлем защиты. Открываем дверь, и здесь у нас главарь похититель из сокровища какой-то. Малой из Цинце. Да. Дальше. Сейчас посмотрим. Так, продолжаем. Телепортируемся к статуе Семи Архонтов. Она повыше будет. И... По-моему, вот сюда надо. Так что тут много у нас колокольчиков. Наверное, много нытья, что их очень неудобно собирать. Как эти точки Цинь Семи. Ну, не знаю. Я свой маршрут по колокольчикам переделывать не буду. Я не думаю, что он сильно улучшится, если учитывать местные колокольчики. Там за полчаса сто восемь часов, по-моему, у меня собирается в ролике. Так. Да. Здесь у нас карпио-соратника. Так, тут еще шлемчик лежит, но... Что-то шлемчик я почему-то собрать не могу. На нас согрелся, а не мы слайм. Так. Нужно теперь вспомнить, где еще там перо было. И... И что-то еще. Так. Теперь мы телепортируемся вот сюда. И... Лезем наверх. Так. Вот мы нашли солнечные часы. Может быть, это... Как раз таки... То, что делали... Копатели. Ладно. Так. И для последнего, мне кажется, по-моему, телепортироваться нужно вот сюда. Нужно, конечно, попробовать отсюда, но... Здесь я знаю, что можно пройти. Так. И... Будем прыгать теперь. Вверх и вверх. Да. Мы здесь уже были. Если вы проходили... Мое видео, в котором я показывал, как... Открыть тайную комнату... Похитителей сокровищ. Их тайное логово. Да. Вот там вот по итогу... Появляется... Как бы тоже правильно вырезать люк, чтобы попасть к нему в логово. Но для этого вам все равно нужно будет пройти по заданию, получить квестный предмет, чтобы этот люк там появился. Бежим дальше. Бежим дальше. Чтобы отсюда выбираться. Чтобы отсюда выбираться. Сто процентно. И здесь мы нажимаем исследователь. Получили парящее перо. Все. Мы теперь получили все шесть предметов. И возвращаемся обратно. Открываем диалог с камнями памяти. Камнями открылся какой-то проход. Это так точно нормально будет. Что мы здесь получили? Роскошный сундук. Боевое перо командира. Золотой кубок клятвы. Золотые часы. Древний шлем генерала. И цветок почестей. Это все у нас, по-моему, артефакты настоящие. Четырехзвездочные. Я, правда, не помню. Какого сет. Сейчас посмотрим. КП-20. Не знаю, короче, что за ассистент. Но давайте я его заблокирую. Мало ли вдруг это какое-то единственное неповторение. Не знаю. Ну вот, ничего у нас здесь каменная табличка. Во время битвы в разломе, мои руки и ноги парализовало. Понятно, я, как всегда, вам успел почитать. Потому что авто пролистывание. Сообщить Ивану о сокровище. Ачивка получена, милитеты, что-то там. Ну ладно. Мы получили камни из стока. Кстати, 40. Не 30, не 50. Странно. А, вот и все. На этом мы закончили мировое задание. Я уже даже забыл, как оно называется. Ладно. Удачи в ТВТ. Еще услышимся. Пока.